Здравствуйте! В эфире Акценты недели. Мы с коллегами приготовили для вас аналитический разбор событий, уходящих 7 дней. В эфире Акценты недели. Сотрудники клуба вовсе отрицают сам факт стрельбы по беззащитным животным. Не могли, мол, цветные шарики перелететь ограждающую территорию сетку. Такая вот история. Я не я и собака не моя. Корреспонденты 12 канала быстро выяснили, что недавно с приютом расторгнут договор на аренду земли. И вроде как отойти она должна пейнтбольному клубу. Далее предлагаем строить догадки нашим зрителям. Мы же предположения не выдвигаем, потому что ответом нам пока будет цитата из братьев Вайнеров, знаменитой их книги «Эра милосердия». Цитирую. «А ты меня за ноги держал, мент проклятый, чтобы про мой образ жизни на людях рассуждать», бешено крикнула Манька Облигация. Конец цитаты. Мы точно никого ни за что не держали. Только кому выгодно согнать собачников, которые сейчас на птичьих правах существуют куда подальше, я думаю, и так понятно. А пример озлобления нашего общества налицо. Впрочем, о примерах плохих и хороших мы еще поговорим. Не переключайтесь. Сегодня у нас в программе. Заслон зерну поставить прочный. Губернатор дал указание установить, кто и в каком количестве вывозит хлеб из Омской области. Грозит ли нам остаться без краюхи? Выясним, что есть будем. И снова бои. Крестьяне приступили к уборке урожая. Насколько продуктивным оказалось лето? Как живут крестьяне Омской области? Подробно расскажем о рабочем визите Александра Буркова в гости к землепашцам. Нелегкий выбор. В стране стартовала избирательная кампания. Кого предстоит избирать жителям региона? Разберемся по списку. Матюгальник под запретом. Где захотел, там и женись. И как вернуть деньги, потраченные на занятия спортом? Новые законы и как они повлияют на нашу жизнь? Узнаем в подробностях. Стрельба «Ты мир». Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина стала не только первой медалисткой российской сборной на Олимпиаде, но и застрельщиком спортивного движения. Как выглядит и где хранится первая винтовка спортсменки? Подробный рассказ от людей, знающих Виталину с пеленок. Лето подходит к концу. Для крестьян оно было не самым удачным. Была и жара, и суховеи вносили свои коррективы в надежду на хороший урожай. Так что рекордов по сбору зерновых ждать не приходится. Впрочем, и провальным сезон не назовешь. В амбары планируется положить 3 миллиона тонн зерна. Замечу, что для хлеборобов обильный урожай не всегда благо. В тучные годы цена на зерно падает. В таких случаях государство приходит на помощь, проводя зерновые интервенции, закупая хлеб по цене в вышерыночной. Ну а когда цена на зерно растет из-за снижения урожайности, крестьяне и сами не прочь помочь себе, вывозя продукцию за пределы региона, где ее можно продать с солидной наценкой. Но такое положение руководство региона не вполне устраивает. И на мой взгляд справедливо. А то, когда трудно, государству помогай. А вот прибыль мы уже сами как-нибудь потратим. Пока речь идет о постах, которые выставят на границу области. На пропускных пунктах будут выяснять, кто и куда вывозит зерно. А заодно уточнять, в каком количестве. Кэшево, составляющая в торговле сельхозпродукция, растеневодство, она пагубно сказывается на нашем регионе. Давайте хотя бы в этом году поймем при закрытии границ, когда легче сейчас контролировать, какой объем вывозится и насколько он вывозится легально. Чтобы мы видели, какие обороты реально у наших сельхозпредприятий. На этой неделе губернатор лично отправился посмотреть, как живут люди в районах. Интересовало главу области все. От того, как организован быт и досуг людей до ухода уборочной кампании. Понятно, что на стол главе области сводки кладут ежедневно, но за бумагой порой не видно конкретного человека с его нужными. Какую пользу несет общение на коротке, глаза в глаза, узнала Мария Седнева. В полях хозяйства Куликова развернулась поистине Куликовская битва за урожай. Солнце в этом году переметнулось на сторону врага и вместо того, чтобы ласково согревать зерно на полях, жгло посевы адским пламенем. Александр Бурков лично в этом убедился. Сорвал кукурузу, а царица полей оказалась совсем уж астеничной. Местные фермеры объясняют, желтую красавицу пока в поле оставят. Пусть подрастет. Кукуруза и в прошлый год засушливая была плохая. Масса маленькая, даже комбайн плохо идет, ему не хватает объема массы. Мы в основном всю кукурузу и оставили. Когда сенаж заготовим, коров надо кормить зеленой массой, мы ее будем. Она потихонечку, сейчас дождь прошел, подрастет. Ладно бы только кукуруза. От аномальной жары пострадали все посевы. В Калачинском районе фермерам пришлось напрячься, чтобы сохранить урожай. Уже понятно, корма собрали достаточно, не придется покупать в других регионах. Так что коровы голодные не останутся. Да и люди тоже. Все выдержали технологию, хотя осадков не было. Больше внесено удобрений, все сделано. Хотя есть, был суховей, есть колос и верх пустой, колос наполовину. Но я думаю, урожай мы выдержим на уровне прошлого года. Но если с погодой не поспоришь, то решить проблему дефицита воды в селе Куликово оказалось вполне возможным. Долгие годы местные жители варили борщи на воде из омки. И даже после очистных качество ее до нормативов не дотягивало. В прошлом году за проблему взялись серьезно. По проекту «Чистая вода» выделили больше 80 миллионов рублей. На эти деньги пробурили артезианскую скважину, построили новые очистные, установили резервуары и протянули 11 километров труб. Мы ожидаем, что в ноябре месяце жители уже смогут получить чистую питьевую воду, которая соответствует всем нормам СНПИМ. Бьет вода и на главной площади Калачинска. Это так называемый сухой фонтан. Столичные тренды дошли до глубинки в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. 40 миллионов рублей понадобилось на то, чтобы сделать из этой площади бриллиант, который вскоре получит зеленую оправу. У нас будет изгородь живая, будет у нас сирень, туя будет. Также мы поставим малые архитектурные формы вдоль площади нашей. Там у нас предусмотрены скамейки, навесы. Новая жизнь начнется и у межпоселкового КДЦ, история которого началась в 20-х годах прошлого века с бревенчатого клуба, где малочисленные сотрудники ликвидировали безграмотность жителей тогда еще села Калачики. Калачики росли, а вместе с ним и клуб. Он стал домом культуры и домом для творческих коллективов. Здесь родился самодеятельный театр «Загадка», хореографический ансамбль «Юности» и многие другие. Сохранить КДЦ с такой богатой историей стало личным делом губернатора. С первого дня, как я приехал в Омскую область, я посетил это аборийное здание, которое было закрыто. Дом культуры, районный дом культуры с хорошей историей, в котором были хорошие всегда коллективы. И вот в течение двух лет мы этот объект заканчиваем в сентябре этого года. И здесь будет, я считаю, городской праздник. Свой праздник будет и у жителей Тюкалинска. Здесь сразу по двум направлениям, в сторону Называевска и Больших Уков, восстановили по 15 километров трассы. Причем новую одежду для дорог делают здесь же, на этом уникальном передвижном асфальтовом заводе. Такие установки уменьшают плечо воски. Соответственно, материал горячий приходит на объект, и качество соответствует нормативам. С этой трассы строители уйдут нескоро. Еще нужно восстановить размытый паводком 10-километровый участок. Насыпь поднимут на полтора метра, территорию осушат и полностью восстановят дорогу. А в целом планы наполеоновские уже к 2023-му полностью отремонтировать 70 километров трассы Тюкалинск-Называевск. И в перспективе разработать гидротехнические сооружения, которые не дадут Вешним Водам вновь уничтожать трассу. А здесь посреди песчаных карьеров уже растет новый объект – газораспределительная станция «Валуевская». Благодаря ей голубое топливо наконец начнет поступать в семь деревень Тюкалинского района. Обещанного три года ждали, и вот мечты сбываются. Новогоднего гуся в декабре люди будут готовить уже на газу. В планах строительство еще двух газораспределительных станций – Налимовского и Называевского. Стратегически этот газопровод нам нужен для того, чтобы в дальнейшем замкнуть Сназываевска на Исселькуль. И с Исселькуля уже обеспечивать газом населенные пункты южных районов – Полтавский, Шербакульский и другие районы. Разрастется в Тюкалинске и сеть водоснабжения. Трубы почти проложены, скважины отремонтированы. 1700 частных домов будут обеспечены чистой водой до ноября этого года. Вообще 2021 для многих сел и деревень Омской области стал знаковым. Во многом благодаря национальным проектам и государственным программам. Узел годами нерешавшихся проблем с водой, газом, дорогами, наконец, начал распутываться. И самое главное, сегодня усилия областных властей направлены не на то, чтобы решить сиюминутные задачи, а сделать так, чтобы в будущем подобных проблем не возникало. Мария Сеньева, Денис Жарков и Дмитрий Алтыгепченко, 12 канал. Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности перед ними. Ну и потому законы, ну чтобы не было мучительно обидно, лучше знать, чем потом отвечать, не зная за что. Беда в том, что законов каждый месяц появляется такое великое количество, что уследить за всеми очень сложно. Но, по счастью, у нас есть специалист в мире юриспруденции. Это Мария Сеньева, она сейчас придет в нашу студию. Маш, привет. Привет. Ну что, чем порадуешь нас, какими новостями? Сегодня у нас обзор будет немножко ретроспективный, потому что я расскажу о том, какие законы нововведения и программы вступили уже или, может, еще вступят в августе. Итак, с 25 августа в городе станет немного тише, а все потому, что назойливую рекламу из громкоговорителей официально запретят. Теперь нельзя будет монтировать звуковое оборудование на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий. Позаботилась об ушах и нервной системе россиян Астраханская дума. Депутаты Поволжья выступили инициаторами этого закона, обосновав его тем, что тяжелее всего приходится жителям домов, где установлены рекламные динамики. Ведь слушать целый день одни и те же сообщения, это даже хуже, чем китайская подководой. Инициатива хорошая, но я распространил бы ее еще, знаешь, на тех людей, которые ходят с переносными такими мегафонами и тоже тишину нарушают неслабо. Владимир, ты бы, наверное, мог бы стать депутатом Астраханской думы, потому что ты мыслишь ровно в том направлении. И изначальная версия закона, она это и предполагала распространить, это правило на тех, на промоутеров, которые ходят с колонками, с мегафонами, потому что действительно они нарушают. Но Госдума приняла все-таки более мягкий вариант закона. Но зато есть послабление для тех, кто собрался жениться. С 3 августа заключить брак можно дома, в больнице или иной организации, не доплачивая за это, как за дополнительную услугу. Конечно, не во всех случаях, а только при особых обстоятельствах, которые не позволяют провести регистрацию в ЗАГСе. Согласно Семейному кодексу, к таким обстоятельствам относятся беременность, рождение ребенка и непосредственная угроза жизни жениха или невесты. При этом на выездную регистрацию сотруднику ЗАГСа выделяется всего 2,5 часа, и туда включается время, проведенное в пути. Это интересно. У сотрудников ЗАГСа спросили, насколько они согласны с подобной инициативой. Я думаю, они не сильно-то довольны тем, что им сейчас придется ехать куда-то, как это у них на их языке называется, брачевать или заниматься брачующимися. Мне кажется, тоже не очень понравилась эта инициатива, но и молодоженам, наверное, придется доказывать все-таки, что они должны пожениться не в ЗАГСе, а дома или в больнице. Мне бы еще хотелось разобраться с беременностью. Сам факт беременности уже является возможность предоставления того, что к тебе приедут и поженят, или все-таки какие-то еще нужны обстоятельства. Ну, в общем, ладно. Я думаю, люди, которым эта новость запала в душу, уже разберутся до конца с ней. Я думаю, что разберутся. Но тут еще, знаешь, какой интересный нюанс есть. Закон, в принципе, дает право сотрудникам ЗАГСа расписать в день подачи заявления или в течение года. То есть они могут приехать только через год? Ну, в течение года, через полгода, например. Хорошая проверка чувств получится в этом случае. Какие у тебя еще новости в запасе? Есть хорошая новость для тех, кто занимается фитнесом или спортом. С 1 августа было введено новое понятие – налоговый вычет на спорт. То есть если человек покупает для себя или своих детей абонемент в спортклуб или тренажерный зал, то он может вернуть 13% от его стоимости. То есть если я покупаю абонемент в спортзал, бассейн, я уже могу вернуть эти самые 13%? Ну, как бы да, но на самом деле нет. Вообще в этом нововведении есть некоторые нюансы. В частности, до сих пор не определено, за какие именно оздоровительные мероприятия можно этот налоговый вычет получить. Правительство должно его утвердить, этот список, но к 1 декабря 2021 года. А сам налоговый вычет ты вообще сможешь получить только в 2022. Нет, я готов подождать, если мне его предоставят. Но, в общем, я так понимаю, что в любом случае, что в ближайшее время мне на это рассчитывать не придется. В ближайшее время нет, но в следующем году уже да. А есть какая-то максимальная сумма, которую я могу получить? Да, максимальная сумма есть – это 15600. Но для того, чтобы ее получить, вот именно максимальный этот предел, нужно потратить, по-моему, 120 тысяч. Я настолько спортом не занимаюсь, но, может быть, наши зрители занимаются. В любом случае, новость приятная. Она мне нравится, потому что, ну, сколько бы мы ни потратили, 13% – это 13%. И в любом случае, это за год, если набежит уже один месяц, можно бесплатно сходить примерно, получается. Да? Ну, где-то так и получается. Хорошо. Что еще ты можешь нам рассказать? А еще, может быть, тебе захочется слетать в Калининград с семьей, потому что билеты будут очень недорогими. С середины августа была запущена программа субсидирования перелетов по так называемым семейным билетам. Для семей с детьми тариф составит от 5 до 11 тысяч рублей в зависимости от направления. Воспользоваться льготой семьи смогут, если приобретут авиабилет с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. При этом для детей до 2 лет без места перелет вообще будет бесплатным. В Омске льготный тариф действует у двух авиакомпаний только по одному направлению – в Калининград. С другой стороны, от Калининграда до Европы рукой подать. А почему только в одном направлении можно улететь? Ты знаешь, список направлений в принципе очень ограничен. Там, например, нет ни Санкт-Петербурга, ни Москвы, ни курортных городов. Есть города России, и это сделано специально, чтобы люди ездили больше по стране, развивали внутренний туризм, а может кто-то получил возможность дешево с родственниками слетать, навестить. И в принципе, все те города, на которые действует эта льгота, их тоже небольшое количество. И больше всего, наверное, повезло Екатеринбургу. Из него можно улететь в Нижний Новгород, в Казани, в Улан-Удэ или, например, во Владивосток. Слушай, но если захочу слетать на Дальний Восток, надо сначала будет поехать в Екатеринбург. Тут в принципе недалеко, 12 часов, на ночном поезде поспал и улетел на Дальний Восток. В принципе, нормально. Я думаю, что если из Омска ты полетишь во Владивосток, цены будут космос. Уверен в этом. Ну что, друзья мои, мы рассказали вам о новых законах. Спасибо Марии Сиднию, спасибо тебе за это большое. Ну а я напоминаю, знайте законы, а главное, не нарушайте их. И это поможет вам прожить долго и счастливо. На этой неделе мы вспоминали важную в истории нашей страны дату. Кто-то называет ее трагической, кто-то говорит, что это почти праздник. Ровно 30 лет прошло с того момента, как свою лебединую песню спел Советский Союз. Забавно, что происходило это под показ известного балета. Я про Лебединое озеро, конечно. В 1991 году, 19 августа, было объявлено об отстранении от власти по состоянию здоровья Михаила Горбачева. А все властные полномочия принимал на себя Государственный комитет по чрезвычайному положению. Просуществовала новая структура ровно три дня. Попытка государственного переворота провалилась. На защиту демократических изменений поднялись простые граждане, которые не желали возвращаться в прошлое. Сегодня много говорят о том, чем же был СССР. Злом или благом? Я думаю, ни тем и ни другим. В той системе были свои положительные черты и отвратительные качества. Но для меня очевидно, что в том виде, как он был, Союз существовать уже не мог. Говорят, что его развалила небольшая группа людей. Но это довольно идеалистический взгляд на исторический процесс. Империи просто так, по желанию, не рушатся. Прежде чем сойти с арены, они должны исчерпать свой экономический и идеологический потенциал. Так было и с СССР. Именно путь 19-21 августа показал, что люди сделали выбор в пользу чего-то другого. Возможно, они до конца не понимали, к чему идут, но точно знали, от чего уходят. Это было осознанное решение большинства. Демократия в действии. С той поры выросло новое поколение, уже не представляющее себе другой жизни, нежели сейчас. Россия изменилась кардинально, и мы, как мне кажется, стали внутренне свободнее. Сохранение этой свободы видится одной из важнейших задач. Ну а одним из инструментов для ее решения являются, конечно же, выборы. Очередные нам предстоят этой осенью. Кандидаты и партии зарегистрированы. Жителям Омской области предстоит выбирать, кто войдет в состав законодательного собрания и Государственной думы. В нескольких районах пройдут выборы в органы местного самоуправления. О том, как будет организован процесс и насколько он будет прозрачным, мы узнали по беседам с главой областной избирательной комиссии Алексеем Нестеренко. Небольшой фрагмент разговора прямо сейчас. Приближающиеся выборы, как ни странно, все равно порождают много вопросов. И, казалось бы, уже много раз мы участвовали в этом мероприятии. Хотя кому-то, наверное, предстоит это делать впервые в этом году. Но, тем не менее, большинство из нас так или иначе побывали на избирательных участках, опускали бюллетени в органы. Но, тем не менее, за продолжительный срок все-таки что-то забывается. И чтобы освежить в памяти, как все будет происходить, мы сегодня к нам позвали в студию Алексея Николаевича Нестеренко. Здравствуйте, приветствуем вас в нашей студии. Мы с моими коллегами Марии Седневой и Екатериной Шипиловой сегодня вас попытаем немножко. Ну, а в первую очередь, я бы хотел спросить, вот все-таки от сессии до сессии живут студенты весело. И, наверное, избирком тоже, да, от выборов до выборов расслабляйтесь. Вот вас не видно, не слышно в последнее время. Вообще, чем занимаетесь? Ну, сейчас-то мы готовим к подаче кандидатов. У нас уже два месяца компаний. Мне тоже, кстати, сейчас-то спрашивают. У меня мама спрашивает, ей за 90 девушка взрослая. Она говорит, слушай, выборы же когда в сентябре? Я говорю, ну, в сентябре. А что вы там бегаете два месяца? И мы готовим к подаче кандидатов, чтобы хорошо, там, белишка грязная, в том числе, перетереться. Тут же, смотрите, какая история на самом деле. Вот эта вся бюрократическая процедура, она очень важна сейчас. Это этап регистрации кандидатов, это этап проверки документов, сведений, которые кандидаты подают о себе. Мы изучаем и проверяем огромное множество документов и информации. Это все не очень интересно избирателям, но это все будет в концентрированном виде подано потом. Если говорить об этих выборах, вы нашли у кого-то уже яхты, дворцы или более-менее чистые кандидаты в этом году? Нет, понятно, что есть определенные вот эти вот вещички, которые связаны с, ну, довольно, не знаю, как это сказать. Поэтому есть факты, когда человек забывает о своих финансах. Но, знаете, когда у человека на счете там несколько сотен миллионов, а это ведь нормально, если человек занимается бизнесом, то бизнес, если он не успешный бизнесмен, зачем он нужен, как успешной политики, с него не получится все равно. Вот, значит, это бывает. Бывает, что утаивают судимости свои. Ну, человек старается забыть, выкинуть из памяти, и мы вынуждены это показывать. Ему, кстати, больше всего места в бюллетене достается, потому что пока все статьи Уголовного кодекса перечислятся, там такая колонка получается большая, внушительная, на него обращают внимание. Ну, про что? Что за заслуги там у него? Ну, да, такого чего-то, чтобы было чем похвастаться, пока нет. У нас есть еще одна особенность этих выборов, которая мне очень нравится, и я всегда о ней говорю. Это возможность проголосовать где угодно, на любом избирательном участке, сделать для этого практически, ну, ничего не нужно. Можно, конечно, ногами дойти, зарегистрироваться, а можно, мне понравилось ваше выражение, лежа на диване в госуслугах. Что это, вот все-таки, давайте подробно разберемся, что это за система такая? Смотри, Володь, у нас же еще теперь, у нас эта идея раздвигается, может совершенствуется, у нас можно проголосовать где угодно, а теперь уже и когда угодно, но в пределах тех трех дней, которые отведены для голосования. Обязательно нужно будет об этом сказать, у нас голосование три дня, 17-е, 18-е, 19-е, полноценные три дня. Теперь, что значит, где угодно? Нигде угодно, в пределах своего избирательного округа. Для людей это почти ни о чем не говорит. На примере, ну, уехал ты в Москву в командировку, а выборы вот сейчас здесь в Омске. И там, будучи в Москве, она тоже входит в тот округ, где голосуют за депутатов Государственной Думы. Да, это такой общий федеральный округ. Так вот, бюллетень партийный, по выборам Государственной Думы ты получишь. Но в Москву не привезли омские бюллетени. Поэтому нужно понимать, что да, где угодно, но в пределах той территории, где проходят выборы. Поэтому в Тюмень поедешь, тоже за Госдуму проголосуешь за кандидатом в Государственную Думу. А наши омские бюллетени остались. Ну, это разумно, но распределить бюллетени для конкретных территорий, где-то на других территориях, ну, это нереально, мне кажется. Ну, это же, я думаю, что люди, в принципе, тут даже нюансы, может быть, нет смысла рассказывать, потому что все уже привыкли к этому довольно быстро, и к хорошему привыкаешь. Ну, напомню на всякий случай, что, конечно, для того, чтобы твоя фамилия оказалась на том участке, где тебе хочется проголосовать, ты должен об этом заявить, да, что я вот в день голосования или в эти три дня голосования буду где-то. Знаешь где, скажи об этом, и мы там впишем твою фамилию в список. Как сказать? Да как угодно. Можно, на самом деле, лежа на диване, открываешь свой смартфон, заходишь на госуслуги, там выпрыгивается отвечающий сервис, набираешь адрес или номер участка, там ориентиры, и, пожалуйста, кнопочку нажал. Потом тебе придет подтверждение, что да, ты временно со своего избирательного участка исключен, и в список попал того участка, где тебе будет удобно голосовать. Голосовать должно быть удобно. Можно, проходишь мимо какого-то центра МФС, зайди, проходишь мимо любой администрации, зайди в территориальную комиссию. С 8-го числа и по 13-е, вот тут, правда, нужно период понимать, на любом избирательном участке, причем в любой точке страны, заходишь и говоришь, я вот, ты находишься в это время Ханты-Мансийский, будешь голосовать в Москве, а сама МИЧ. Все вопросы будут решены. Рояль в кустах у нас на столе. Что это такое? Ну вот смотрите, три дня голосования, на самом деле, будут быть полноценны, это с 8 утра и до 20 часов вечера. Все три дня мы голосуем, как обычный день выборов. И только последний день, он переходит в ночь уже подсчета голосов. 20 часов проголосовали в переносные ящики, те, которые поехали по территории, на дому. Переносной ящик, такая коробочка, чемоданчик, опечатанные все дела, там бюллетень. Проголосовали в ящик стационарный, который стоит полупрозрачный, там наполовину набит этими бюллетенями. Как это все, правда, ночью оставить? Решили такое. На всех избирательных участках будет обеспечено видеонаблюдение. Часть видеонаблюдения, это весь город, это центры районные, ну 630 всего таких участков. Будет видеокамерами с возможностью передачи в эфир, там с последующим просмотром, само ухода голосования. На более чем 1000 участков будут установлены видеорегистраторы. Стационарный видеорегистратор, который в определенном ракурсе будет снимать. Три дня и три ночи свет не будет выключаться без перерыва. Что в этом ракурсе происходит? 20 часов закончилось голосование. Заинтересованные люди, наблюдатели, представители партии, кандидатов сюда стекаются. И члены комиссии начинают перегрузку бюллетеней избирательных из вот этих всех переносных ящиков, стационарного ящика в сейф. Какой сейф? На самом деле будет стоять металлический большой сейф. Но просто так ты же пачками не уложишь туда. Поэтому сначала все бюллетени перемещаются вот в такой сейф-пакет. Сейф-пакет не потому, что его там нельзя взрезать. Его можно ножницами взрезать, хотя он многослойный. Это потому, что у него есть система фиксации такая, что вскрыть его незаметно невозможно. Здесь прям целая инженерная придумка. Это вообще военное изобретение для фельдегерской связи. Так, чтобы уже то, что туда однажды поместили, уже незаметно не вскроешь. Я предлагаю вам попробовать это сделать. В инструкции написано. Попробуйте, чего получится. Ну, друзья мои, я с долей сомнения, потому что не знаю, насколько у меня все получится. Я сейчас попробую. Кажется, вот так, да? Видишь, номер проявился вот здесь. И мы видим номер, да. Ну, вот так вот несложно получилось нам заклеить. Собственно, инструкция написана. Мы все это сделали. Я так понимаю, сейчас вот эти вот отрывные талоны, которые будут заполнены, вот так вот должны... С определением даты, подписи участников. Это можно взять с собой. Ну, а что, мы сейчас попробуем вскрыть пакет, да? Если бы злоумышленник попытался его как-то... Я, по правде говоря, даже не могу понять, где тут подцепить, что можно. На самом деле, когда происходит стандартное вскрытие, которое и предусмотрено инструкцией, то отрезается просто дно этого пакета, и бюллетень вытряхивается. Ну, вот здесь вот, где произошло приклеивание, давайте попробуем. Сейчас вот я. И вот обратите внимание, сразу остается надпись, и видно, что пакет вскрывался уже. Обратно заклеить точно так не получится. И надпись в сейф вскрыт, в сейф пакет. Да. Появляется надпись, и видно, да, что... Ну, обратно уже все. Попробуй приклеить. Слой уже не клеящийся, все уже... Да, 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 уже видно, что буква вскрыта. Да, и видно, что не совпадают буквы, то есть обратный процесс невозможен. А вот клапан, наверное, на пи-сейф вскрыт. Да. Ну, вот таким образом вы убедились, что вскрыть незаметно вот этот клапан у злоумышленника не получится. Если бы пытаться вскрыть пакет в любом другом месте, это тоже будет заметно. Его надо разрезать. Абсолютно надежный, удобный. И приспасающий нас от всяких манипуляций пакетов. Здесь даже уговаривать не нужно. Это военная разработка. А в чем, в чем в военных разработках Россия преуспела. Это точно. Абсолютно точно. Спасибо большое, Алексей Николаевич, что пришли, ответили на наши вопросы. Ну, а вы, друзья, делайте выводы самостоятельно. В общем, мы, кажется, ответили на все вопросы. Почему не стоит переживать? Почему ваши голоса никуда не денутся? Почему вы защищены? Как организован процесс? Как он облегчен для вас? Осталось одно. Прийти на избирательный участок и проголосовать. И я лично считаю, что это не право наше. Это обязанность. Мы выбираем, как будем жить дальше. Для себя и, кстати, для своих детей. Так что выбирайте не сердцем, а головой. Полную версию нашей беседы вы сможете увидеть на 12-м канале в понедельник, 30 августа, в 20 часов. В Омск из НХЛ вернулся Илья Михеев. Известный хоккеист принял участие в благотворительном матче, организатором которого выступила Ассоциация хоккеистов-любителей и Благотворительный фонд развития спорта имени Александра Вьюхина. Это мероприятие уже традиционно собирает под свои гиды известных спортсменов. Главная цель участников – помочь детям. Деньги, собранные на таких матчах, поступают на счет конкретного ребенка. Подробнее о благородном матче на льду расскажет Екатерина Шипилова. Все добрые дела сегодня для Кирилла. Он главный герой состязаний. Готов? Давай, ващем, три. Раз, два, три, бросай. У мальчика детский телебральный паралич. Проблемы со здоровьем начались сразу после рождения. Только к трём годам Кирилл научился ползать, к девяти ходить и то при поддержке мамы. Говорит плохо, но очень хочет всё уметь и потому много старается. Сейчас ребенок занимается сведж-хоккеем. Это адаптированная для особенных детей версия игры. Выйти на лёд – это вообще масса эмоций, потому что это не описать. Когда я первый раз вышла на лёд, это было очень интересно для ребенка. Когда он надевает экипировку, одежда – это вообще половина успеха. Когда он наделся в полную экипировку, это масса впечатлений. Мы с «Лэш-хоккеем» занимаемся уже 4 месяца. Пока успехов мало, но надеюсь, что с этим аппаратом у нас получится. Он мой ребенок, я его люблю. Я хочу, чтобы он был здоров. Свой десятый день рождения он встречает на льду среди гостей – заокеанские звезды. Кирилла поздравляет экс-игрок омского авангарда и нападающий Торонто Илья Михеев. Хотелось бы пожелать, самое главное, здоровья. Я знаю, что он занимается «Лэш-хоккеем». И самое главное – получать от этого удовольствие. Ему это нравится, это позитивные эмоции. Стать сильнее Кириллу поможет специальный аппарат. Техника имитирует ходьбу, так что при регулярных занятиях мышцы значительно укрепляются. Стоимость оборудования начинается от 150 тысяч рублей. Собрать эту сумму и дать ребенку шанс на свободу движений хотят хоккеисты. Это любительская лига нашего города. Люди возрастов от 18 до 65 лет принимают участие. Все хоккеисты любители. Кто-то хорошенько играл, кто-то недавно стал на коньки. Целью турнира является сбор средств ребятам, которые находятся в центре социального развития пенаты. То есть мы берем ребенка каждый год. Кому ребенку нужна помощь, помощь для реабилитации, для лечения. И мы, соответственно, оказываем финансовое содействие. Собираем все за счет хоккеистов-любителей, но также есть неравнодушные люди, болельщики, просто зрители, либо те, кто увидит информацию о турнире. Они также помогают нам. На самом деле нет определенной суммы, которую нужно собрать. То есть любая сумма, она, я думаю, пригодится и будет важна Кириллу, чтобы он, соответственно, стал в жизни еще лучше. Турнир продлится до 13 сентября, так что еще есть время для добрых дел. Болельщиков и неравнодушных людей, желающих помочь, ждут на матчах. Узнать всю информацию можно в интернете, на официальном сайте Кубка добрых дел. Екатерина Шипилова, Виктор Осинцев. Специально для Акцентов недели. Подведены итоги исполнения областного бюджета за первое полугодие 2021-го. В казну региона поступило почти 53 миллиарда рублей. Это на 5 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период 2020-го года. Расходы составили 50 миллиардов 700 миллионов. Понятно, что основная часть – это налоги, но немалую долю составляют и инвестиционные проекты, которые приносят в нашу область солидные денежные вливания. Нынешняя областная администрация с самого начала взяла курс на повышение привлекательности региона для людей, ищущих куда бы вложить средства. Примеров масса. На этой неделе состоялось подписание договора с группой «Экалон», которая будет возводить новый жилой комплекс в Омске. Соглашение конкретизирует, как будет осуществляться взаимодействия. Напомню, что основное соглашение было заключено на 24-м Петербургском международном экономическом форуме. Или вот строительство кадетского корпуса. Новый комплекс зданий кадетского готов к эксплуатации. Возводить их начали 10 месяцев назад. Осталось немного протестировать установленное оборудование. Эта новость радостна тем, что одно из старейших учебных заведений области остается в Омске. А ведь шли разговоры о переезде в другой регион. А еще это и солидные вливания в экономику региона. Ведь стройка является крупным инвестпроектом. За период реализации к нам поступило 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Осмотреть новый объект прибыл заместитель командующего ВДВ по строительству Леонид Шевченко. Вместе с губернатором и мэром они прошлись по новостройке. Александр Бурков даже испытал на себе тренажер для подготовки к парашютным прыжкам. А ощущения, по словам главы области, такие же, как при реальном прыжке. Так спокойно и в деловом ключе развивается экономика области. Без громких словословий. Но это тот случай, когда дела говорят сами за себя и красноречивее любого оратора. Почти незаметно в этом году прошла наша областная олимпиада Королева спорта. Отчасти из-за того, что по времени совпало с международными состязаниями в Токио. Отчасти из-за ковидных ограничений. Межрайонные состязания пришлось растянуть почти на месяц. Финальные схватки проводить без зрителей с соблюдением ряда строгих ограничений. Но как бы там ни было, важно, что мероприятие состоялось. 51-я королева прошла по омской земле, и в том есть могучий оптимизм. Мы перед пандемией не посуем. Да и по правде говоря, второе лето в пору коронавируса переживаем мы как-то спокойнее, без истерик. Кто-то, как я, сделал прививку. Тут уместно вспомнить, что среди тех, кто привился, будут разыграны 100 тысяч рублей. Кто-то надеется на авось. Но все с какой-то долей фатального спокойствия воспринимают известие о появлении новых штаммов вируса. Человек не может бояться все время. Мы адаптируемся не хуже микроорганизмов. В этом наша сила. И прошедшее пусть и с ограничениями королевого спорта тому доказательство. В 23-й раз командную победу одержали спортсмены Омского района. Второе место у хозяев спорта Киады, атлетов из Калачинского района. Это для них большой успех. Последний раз так высоко они поднимались более 40 лет назад. На третьем месте представители Таврического района. Конечно, всех призеров и чемпионов с победой. Но главная Виктория, как я уже сказал, одержана всеми участниками и организаторами состязаний. Надеюсь, что следующая 52-я королева спорта, которая должна пройти в Ростовке, состоится уже без всяких ограничений. Но в самом деле, сколько можно? Если с областной спорта Киады все было ясно, она пройдет пусть и с мерами предосторожности, то с Олимпиадой в Токио все до последнего момента было не очень понятно. Шли разговоры о полной отмене главного спортивного состязания в мире. По счастью, обошлось. Отрадно, что наша сборная, как ни старались международные спортивные организации, в грязь лицом не ударила. Впрочем, время на рассказ об Олимпиаде тратить не буду. Я думаю, вы и сами все прекрасно видели. Просто замечу, в этом деле важен старт, и он у нас получился удачным. И во многом благодаря нашим землякам. Я думаю, вы уже поняли, что я в первую очередь имею в виду застрельщицу наших успехов Виталину Бацарашкину. Удивительно светлый и приятный в общении человек. Ни пафоса, ни зазнайства, а так чаще всего и бывает, когда человек достигает высот упорным трудом. Ну и, конечно, еще окружение играет роль. У Виталины удивительно милые родственники. Говорю, с полным основанием общался с ними еще когда в 16-м году Виталина взяла серебро на Олимпиаде в Рио. Ну а сегодня мои слова подтвердит Екатерина Шипилова. Она не только пообщалась с родными чемпионки, но и разыскала старую воздушку, с которой Виталина начинала путь в большой спорт. И через прицел, который сегодня можно разглядеть олимпийское золото. На родную омскую землю наступает уже не просто олимпийской надеждой, чемпионкой Игр-2020 и в новом военном звании – младший лейтенант Росгвардии. Робко, слегка смущаясь, Виталина Бацарашкина выходит к своей армии фанатов. Коллекцию пополнили две золотые и одна серебряная. Сколько именно теперь медалей в копилке, сама Виталина не знает. Награды не считает, говорит, примета плохая. Трофеи меряет килограммами. Медали тяжелые? Да, каждая 600 грамм. Кило 800. На Олимпиаде в Токио Бацарашкина принесла России первое золото. Это случилось уже на следующий день после открытия игр, и спортивные комментаторы потом скажут – это был триллер с грандиозной развязкой. А начиналось все с квалификации за выход в финал. И этот этап давался Виталине не просто – с осечками. Только к середине соревнований омская спортсменка смогла совладать с эмоциями и бить уже точно в десятке. На финишную прямую вышла на третьей позиции. Но тут электроника дала сбой. Выстрел грозились не засчитать. Напряжение росло. Соперница из Болгарии уже надеялась на победу. Однако после долгих совещаний судьи все-таки разрешили Виталине повторно взвести курок. Рука не дрогнула. Бацарашкина завоевала золото и сделала это красиво. С олимпийским рекордом. Как она стреляла? Мы как закричали. Я думаю, ну все. Дом обрушится, да? Да, да, да. Жена летит по лесенке. Говорю, только не упади, не убейся. Чего? Я говорю, выиграла. Все. Больше нам ничего не надо. Вы не плакали? Да слезы радости были, конечно. Деревенский дом дедушки сегодня будто музей. Это вот еще маленькая была. Это я, а это на руках я держу. На стенах фотографии, вырезки из газеты и наградные пистолеты. Именно Михаил Бацарашкин когда-то определил олимпийскую судьбу внучки. Вместо игрушек и платьев дарил оружие и пули. Я походил, походил, подумал, ну дай-ка я пойду, куплю воздушку. Купил. Подарил все вот такие, ну конечно, удивлены были. Вот ей надо куклы покупать. Я говорю, кукол нету. Кончились в магазине, говорят, только вот оружие продают. И все, и вот она с тех пор как начала, как начала. Вот она, та воздушка, с которой все начиналось. Дедушка подарил ее, когда Виталине было всего 10 лет. До сих пор в отличном состоянии. И, кстати, олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина всегда, когда приезжает в гости в деревню, обязательно стреляет из своей первой винтовки. О, я попала, да? Молодец. Другой дед учил кувыркаться и стоять на голове, а вместо детских площадок возил на охоту. Когда однажды Виталина настреляла больше уток, чем он, отвел внучку в тир. Первоначально я ввел, ввез ее к винтовочнице, к Юлии Николаевне, к Гинзону. Но она в этот день, к несчастью, уезжала на соревнования. Увозила команду, говорит, вот пусть Наталья Ивановна с ней позанимается. Ну, потом же мне рассказали, когда, говорит, она приехала через две недели. Где тут моя протеже? Наталья Ивановна говорит, вот я тебе ее больше не отдам. Ну и все, и пошло, и поехало. Наталья Кудрина ведет стрелков к большим наградам уже больше 35 лет. Она заслуженный тренер России и наставник молодежной сборной страны. С Виталиной начала работать, когда девочке исполнилось 12 лет. Мы на нее посмотрели, что девонька смелая, шустрая, понятливая. То есть, несмотря на то, что вот она еще такое дитё, которое скачет по коридору. Но тем не менее, когда ей говоришь, она это все хорошо воспринимает и что-то делает. Поэтому, то есть, голова уже работала. Уже через пять лет после начала тренировок Бацарашкина сенсационно заявит о себе на весь мир. Возьмет серебро на играх в Рио-де-Жанейро. 19-летнюю девушку с детскими хвостиками назовут тогда просто «машина из Омска». Вы в свои 19 лет на своей первой Олимпиаде завоевали серебро. Вам вот это осознание пришло? Да ладно, столько попаса. Нет еще. Выступление на Олимпиаде в Токио для Бацарашкиной стало даже не пафосным, а триумфальным. Она прервала долгую безвыигрышную серию. В последний раз российские стрелки становились лучшими на Олимпиаде в Афинах. Это было 17 лет назад. Смотрю, от нее сообщение, от жены пришло. Я его открыл, посмотрел по сторонам, увидел только одно слово, двукратное. И всего больше мне уже ничего не надо было смотреть. Там было много еще сообщений от других людей, я уже понял все. А эта вторая золотая медаль – это супер. Это было, конечно, сильно. Перекрестился еще перед тем, как прочитать? Да, перед тем, как читать, я перекрестился по сторонам, посмотрел, выдохнул и посмотрел, что написано. Ну, честно, это, конечно, сильно. Такого еще никто не делал. Но сотни детей по всей стране теперь хотят повторить. Сразу после выступления Виталины в секции по стрельбе стали массово записываться подростки. В Омске решено даже построить новый тир, который будет отвечать мировым стандартам и позволит воспитывать новых чемпионов. Ну, а сама Виталина мечтает выспаться и выйти замуж. Семь лет назад на соревнованиях она попала в сердце спортсмену из Оренбурга. Иван Ильяных – винтовочник. Правда, из большого спорта уже ушел. Сейчас он студент. Как я всегда говорю, я в семье не выпендриваюсь. Не больше недели обычно времени выдавалось. В какие-то моменты уже больше месяца не бываешь дома. То есть, ну, подряд больше месяца тебя нет дома. Ты приезжаешь на неделю и снова, снова почти на полтора месяца уезжаешь. Ну, уже такой режим. Даже не раз в месяц дома бываешь. Как последние пять лет? Ну, нет, это скорее последний год. Ну, последние пять лет примерно на полторы недели примерно ты дома бываешь. Ну, в месяц. И в таком ритме шутит девушка, готова работать, пока не выгонят. Впрочем, в стрелковом спорте не удивишь почтенным возрастом. Самый известный призер Олимпиады – швед Оскар Сван. Серебряную медаль завоевал, когда ему было 72 года. Так что у Виталины еще много времени, чтобы ее копилка стала неподъемной от наград. Ведь сегодня Бацарашкина вновь олимпийская надежда. Впереди игры во Франции. Рио взяли, Токио взяли. Париж надо теперь взять. На Эфелеву башню залазить мы не будем. Но будем стараться. Екатерина Шипилова, Сергей Гаев и Павел Манжос. Специально для Акцентов недели. Помимо того, что Виталина поддержала Ренаме Родины, она сделала еще одно важное дело. После ее победы в спортивных секциях области настоящий бум. Дети записываются на занятия, желая стать как их кумир известными спортсменами. Конечно, не все дойдут до заветных олимпийских игр. Но большинство приобретет нечто более важное – здоровье. Вот и получается, что Виталина метким выстрелом смогла, вопреки пословице, убить двух зайцев. Совершайте хорошие поступки. Они обязательно станут примером для нашей смены. Молодежь учится на примерах. На наших примерах. Помните, я с этого нашу программу сегодня начал. Кто-то в собак стреляет, и расплата за такое придет обязательно. Но не обязательно в виде полицейского. Но человек, который наводит ружье на беззащитного пса, как-то не так и детей своих воспитывает. И пожнет горькие плоды. А кто-то метко по мишени бьет и тем самым направляет на путь истинной тысячи ребят. И улучшает жизнь нашу, как говорится, и тут стреляют, и там стреляют. Но есть один нюанс. А потому, если вам что-то не нравится, в окружающих юношах и девушках винить надо прежде всего себя. Зато и хвалить в случае чего можно с полным правом также себя. Подавайте хорошие примеры, берегите себя и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова